Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Рассчитывай на ноги, да, и больше на угоны. И у нас сегодня тема лекции. Заботы руками, пожали руки, свободный бой руками. Все, парни, осторожно, поехали. Время. Вот хорошо, даже. Хорошо. Никитоз, отлично, дорогие. Отлично. Вот, то, что надо. Ты заходи со стороны. У него левая ручка основная, крючок вправо, и справа начинает. Не жди, не жди, не жди, Никита, удар. Ты быстрей его, он медленно. Не жди удар, ты успеешь не терять его. Хорошо, Катюш, хорошо. Да, и вот тут от проказа вот так же провалил его, и правую ручку вставляет туда. Отлично, Никита. Отлично. Посмотри, два удара сделала, Никита, и корпуса, и двойни. Он выше, ему, он наклонился назад, и голову спрятал. Корпус остался на месте, наказал его. Красавец. Тут как же правая рука бросится сама. Удаль, правую, удаль, удаль, удаль. Держи ручку, расслабь ее, и подкидай, подкидай, подкидай правую ручку. Давай, 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 на встречку, кидай, кидай, на встречку, кидай. Ну, смотри, что он делает. Увлекай. Тейкмандо, как вид спорта, идеально подходит для работы в школе Пансиония. Это вид современного единоборства, созданный специально для душ-дармии в Корее. Он базируется на законах физики, состоит из нескольких разделов, скомпонованных таким образом, чтобы позволить призывникам овладеть всеми необходимыми навыками за сравнительно короткий промежуток времени. Потому что срок службы уранами ограничен, как, впрочем, и срок учебы наших детей в школе. Денис Кравченко, главный, превышает мою цель, полуднись в камеру, Денис. Самый скромный классмен в мою цель. Денис, передняя ручка, правая, не мой жар. Неплохо. Стоечки, двигаешься, двигаешься, теперь поеду, и бам, толкаешь, дверь, и смешно, дам! О, лучше. Хорошо, еще раз, бам, хорошо. Девочка, бам. Девочка, допускаешься, у меня получается, допускаешь руку, замахиваешься и берешься. Девочка, да, бам, 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 бам. Все, бам, срыв. У меня получается, вот что, я помню. Так не должно быть, лучше, точнее. Хорошо, хорошо. Смотри, что делаешь. Ударь, упрямь, плечо подставил. Ударь, подставил плечо, и опять влево. Медвина. Раз, два, смотри, бам, бам. Я хочу внушить. Ударь, защитился, ударь. Другой ключочек направляешь, передний, а? Зачем ты открываешь голову? Ударил левой рукой, еще подставлю, и два. Конечно, это стучи меня. Верь, спам, спам. Хорошо, подточни. Отлично. Сейчас работает в таком ритме. Первый номер стоит, держит подушку, говорит «Оп!». К ладоши хлопать не может. Моя задача, когда нам нужно быстрее среагировать на сигнал. К примеру, мы двигаемся, противник открылся, я его виду цель, и отработаю. Как можно быстрее среагировать на сигнал, внести удар. Один говорит «Оп!» И вышел в стоечку. Я не успел. Еще работаем. Работаем. Еще. Оп. И вот таким образом работает. Поехали. Каким видом вы их искусств бы не занимали, что бы вы ни делали, это чисто физика. Перенос веса тела. Вы используете вес тела для того, чтобы придать максимальное ускорение, чтобы развить максимальную физическую энергию. Противник атапует. Я делаю углон. Вот этот вес тела, который я сформулировал здесь, за счет своего углона. Я использую для того, чтобы донести удар. Я переношу вес с правой ноги на левую. Бам! Держиваю руку в последний момент. Бам! И тут же я тем самым вложу себе в позицию для еще одного удара. Бам! И опять же я вывод в позицию для атаки уже с правой. Бам! Я могу это делать столько раз, сколько мне понадобится. За счет физики. И тут же у меня весел на левой ножке. И ноги тяжелые аптиллерии. Я делаю размножку, беру замах. И вкладываюсь в корпус ему. И вышел в стоечку и готов защитить. Физика больше ничего. Что у вас по физике? Четыре стереи. Ну покажите. Что такое вообще нокаут? Природа нокаута. Нокаут это сотрясение мозга. В общем, каждый нокаут, который спортсмен получает на ринге, это сотрясение мозга, которое не проходит без следований никогда. Поэтому голову надо защищать постоянно. Самое главное это защита. Перед боем, даже когда большие профессионалы бьются за миллионные гонорары и выходят на ринг, они по несколько сотен боев провели в ринге, и реферин говорит всегда последнюю фразу. Продолжение следует. Всегда защищай разными и противными голосами, но они-то говорят в каждой ринге. Самое важное, всегда себя защищать. Шлем защищает от рассечений. Если, например, ты идешь на свидание, когда ты едешь восьмиклассник, поэтому пускай, когда ты ходишь на свидание, то приходи с большими синяками, как бы не комильфо. Шлем защищает наше лицо от ссадин и от синяков. Следующее. Во-вторых, шлем искусственно увеличивает массу головы, что улучшает ее скорость при ударе. Хорошо. Дальше. Пусть пристоят и аплодируют нашему боевому пейсу. Все замечательно. И вот мы запущили два. Завтра поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Еще пять. Шесть. Семь. Еще восемь. Девять. Десять. Длинный бой. Поехали. Воду, пассивный, шеста. Давай, давай, давай. Пошел. Отлично. Так, шеста, проводите шеста. Продолжается нау. Помимо уже упомянутого выплеска эдикативной энергии, наши ребята на занятиях обладевают техникой самозащиты. Девчонки, как я тоже. Улучшают общую физическую подготовку, приобретают уверенность в себе, привлечают к дисциплине, развивают лидерские качества. Как тренер, разумеется, отдаю себе отчет в том, что за два или три года я вряд ли смогу ожидать от своих подопечных отдачи в виде победы в чемпионате мира и Европы. Однако, это специфика работы в школе. Хотя, если честно, должен заметить, что среда благоприятствует в достижении высоких спортивных результатов. Срединноморский климат, хорошо оборудованный зал, регулярное питание, режим. И, если честно, я не понимаю, почему мальтийцы имеют такие скромные достижения на спортивной арене. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА